Это программа День с толком, в студии Андрей Дреер. Приветствую всех, кто нас смотрит на телеканале и в Ютьюбе. Смотрите в этом выпуске. Стеклянный, оловянный, деревянный, без исключения антимонопольная служба проведет проверку на рынке стройматериалов. Светы меняем на кустарники. Вагу разрабатывают концепцию озеленения Барнаула. Пострадавшая от браконьера самка Сапсана будет жить. А что будет с ее птенцами? В Алтайском крае зафиксирован неприятный рекорд по числу умерших от коронавируса. Согласно данным официальной статистики, за сутки от COVID-19 скончалось 20 человек. Такого за все время пандемии еще не было. В Минздраве региона печальную статистику не прокомментировали. Мы ждем ответа на запрос. Добавим, общее число заболевших за сутки составило 256 человек. Количество тяжелобольных 587. К аппаратам ИВЛ подключено 195. Травмированную на батуте барнаульскую девочку выписали домой. Однако на время, после передышки, 9 августа, пострадавшей предстоит повторно ложиться в отделение неврологии. Сейчас девочка прикована к постели, ей нельзя ходить и садиться. Из положительной динамики ребенок начал говорить, хотя речь затруднена. По словам мамы, дома девочке стало легче, как минимум улучшилось настроение, что немаловажно для выздоровления. Тем не менее, врачи по-прежнему сдержаны в прогнозах о восстановлении пострадавшей. Добавим, семья согласилась принять материальную помощь, так как девочке нужны лекарства и витамины. Но решение о конкретной сумме компенсации родители девочки пока не приняли. Сегодня в Барнауле горела Титофорена. Все случилось в разгар рабочего дня. Однако переживали барнульцы зря. Пожар случился по сценарию сотрудников МЧС и тушили его спасатели тоже в рамках учения. Здание Титофорены в качестве площадки для тренировки в МЧС выбрали не случайно. Оно повышенного ранга сложности. Площадь превышает 6,5 тысяч квадратных метров, а вмещает арена 5600 человек. Условное возгорание случилось в гардеробной. Сильное задымление довольно быстро распространилось по всем помещениям. Чтобы быстро его ликвидировать, пришлось задействовать 58 спасателей и 15 единиц техники. Удалось обойтись и без жертв. А люди, согласно сценарию, в здании были. Было спасено 93 человека. Также эвакуировано из зоны задымления 8 человек. Из них 8 человек условно были пострадавшие, доставлены все в скорую помощь. Руководством учения обстановка осложнялась. Обстановка осложнялась. И звено, которое было отрезано, эта обстановка осложнялась наличием людей в здании объекта. Ну и такими дополнительными, другими вопросами. Новые вводные требовали от спасателей максимальной концентрации и быстрого реагирования. Но они справились, заслужив на тушение Титов-арены оценку «Хорошо». Кстати, подобные учения прошли сегодня во всех 12 отрядах края. И везде спасателям приходилось работать на потенциально опасных объектах с большим пребыванием людей. Татьяна Голубева, День с толком. Сейф, пакеты и полиция круглосуточно. Глава Алтайского избиркома рассказала, как будут охранять избирательные бюллетени в дни голосования. Напомним, масштабные выборы в парламент региона и Госдуму пройдут в течение трех дней. С 17 по 19 сентября. На избирательных участках организуют видеонаблюдение с онлайн-трансляцией. Следить за порядком также будут сотрудники полиции. Причем круглосуточно. Меры безопасности во время выборов в этом году будут усилены в разы, отметила председатель избиркома Ирина Акимова в ходе пресс-конференции. Хранение избирательных бюллетеней, а также сейф-пакетов, в которых будут находиться уже избирательные бюллетени проголосовавших наших избирателей в тот или иной день в сейфах. Или специальных помещениях, охраняемых для голосования. Стоимость стройматериалов планируют оценить Краевое управление антимонопольной службы. Подобные акции проходят сейчас во всех регионах. Это связано с продолжающимся повышением цен. Проверить планируют крупные строительные организации и производители стройматериалов. Краевое УФАС будет регулярно вести контроль цен на бетон, кирпич, древесные материалы и продукцию ПВХ. При выявлении нарушений антимонопольного законодательства, ведомство примет соответствующие меры. Руководитель Алтайского УФА Степан Поспелов отметил, что цель ведомства – проанализировать политику региональных участников рынка стройматериалов, чтобы разобраться, насколько повышение цен в 2021 году было оправдано. Также нужно выяснить, не противоречит ли это принципам здоровой конкуренции и нормам антимонопольного законодательства. Жители дома на Калинина празднуют маленькую победу. Спустя 4,5 года из кранов потекла горячая вода. До этого, чтобы помыться хотя бы в тепле, людям приходилось сливать воду литрами, оплачивая сумасшедшие суммы по счетчикам. Тему продолжит Ирина Корчагина. Об этом ежедневном ритуале смывания денег в трубу на Калинина-Трим мы рассказывали уже в предыдущих выпусках. Однако на днях жители многострадального подъезда, которые уже 5 лет живут без горячей воды, почувствовали легкое потепление в кранах. Еще недавно температура воды была всего 27-35 градусов. И вот небольшой прогресс. Вчера и сегодня идет как раз вот эти 45 градусов после спуска где-то минут 5. Ну то есть это литров где-то 15 нужно спустить. Вот идет градусов 45 горячая вода, так мы ее называем горячей. Мы рады этому. Без примесей холодной воды мы используем ее как горячую. Плюс холодной мы не пользуемся. После вашего репортажа приезжала комиссия составом из тепловых сетей. Они были там с администрацией, с управляющей компанией. Они опять прошли, замерили все температуры. Наверное, в 50-й раз будет принято решение, но решение так и не принято. До сих пор никаких ни бумаг, ни ответов. Почему в кранах все-таки пошла какая-никакая, но горячая вода? Ведь ранее в управляющей компании нам говорили, четвертый подъезд в доме на Калинина-3 – тупиковая ветка. Здесь плохой водоразбор. Причем, как считают в управляющей компании, эта ошибка допущена еще при строительстве дома в середине прошлого века. Однако жители возражают. Проблемы начались только 4 года назад с приходом новой управляющей. Наша горячая вода идет из соседнего дома, Калинина-5. 80 градусов или около того была температура в бойлерной пятого дома. Тогда как на термометре в нашем подвале, на входе в наш дом, она была 57. Вот можете себе представить, какое грандиозное количество тепла теряется на нескольких вот этих метрах. Видимо, проблема может быть зарыта в земле. Тем не менее, коммунальщики уверены, у людей есть два выхода. Либо пожизненно пользоваться водонагревателем, либо установить циркуляционную трубу за свои деньги. Речь идет не об одном миллионе рублей. Через несколько дней в доме произойдет плановое отключение горячей воды. И у людей есть опасения, что потом все пойдет по старому сценарию. То, что должно быть горячим, станет холодным. Я могу ошибаться, но мне так кажется, что если увеличить давление и температуру подачи, то проблема будет решена. То есть идет экономия со стороны, может быть, тепловой сети. Я не знаю, как там, не хочется в сговоры кого-то объединять. Но, по-моему, проблема в этом. Какой же выход из ситуации видят в местной администрации и в управляющей компании, жителям пока непонятно. Это попытаемся узнать мы, но уже через официальный запрос. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. В следующем году в краевой столице могут начать реализовывать концепцию «Барнаул – зеленый город». По словам ее разработчиков, это будет новый и комплексный подход к озеленению. До конца года исследователи должны подготовить подробный документ о том, что и как можно улучшить на улицах и скверах Барнаула. Детали хранят в секрете, но некоторые нюансы преобразований нам удалось узнать. Страдают наши посадки от того, что плохо ухаживаем за ними. То есть плохо получается, нет рабочих рук, нет необходимого инструмента. Это не критика, а скорее сочувствие. Марина Силантьева, декан Института биологии и биотехнологии АГУ – один из разработчиков концепции по озеленению, а точнее совершенно нового подхода к зеленым зонам Барнаула. С марта в классическом ВУЗе несколько десятков человек анализируют имеющееся зеленение краевой столицы и его недостатки. Так, одна из идей – заменить однолетние цветы кустарниками или многолетними цветами. А это называется биденс. Биденс карлолистный. Вот придите через месяц, этот биденс, он разрастется шарами такими, очень красивыми. В перспективе это облегчит уход за зелеными насаждениями города и, кстати, удешевит его. Собственно, власти и есть заказчики современной зеленой концепции. Судя по ответу городской администрации, масштаб работ впечатляет. Ключевой объект исследований, конечно, проспект Ленина, но на карте достаточно и других зеленых точек, где свою лепту могут внести ученые. Их задача – исследовать породы деревьев и кустарников и каждый подобрать лучшее место с учетом почвы и солнца. Комплексный подход. У нас ясень хорошо растет, липа хорошо растет, у нас могут в городе быть сосны. Почему нам не запустить элементы городской среды, в городскую среду элементы природной среды? Не запустить ивы по Ленинскому проспекту в районе Старого базара. Они же разнофактурные ивы, они разные, они красивые. Кстати, насчет тополей. Если пропустить время их обрезки, то тополя меняют мужской урод на женский. Поэтому в городе стало так много пуха. Само дерево тут ни при чем. В октябре ученые должны представить концепцию по озеленению зеленого облика Барнаула со всеми деталями. Первыми это увидят власти с помощью ВЭПГИС-проекта. Интерактивная карта такая, это понятно, да? Интерактивная карта для управленцев, на которой мы отметим существующие посадки, которые есть на Ленинском проспекте, и их оценку жизненного состояния. И по определенным местам мы проведем дизиализацию наших предложений, чтобы можно было посмотреть, что можно было изменить, и что на этом участке можно еще сделать. Чтобы можно было бы нашим службам задуматься и в этом же стиле дальше продолжать какие-то места. Стоимость работ составит 1 миллион 950 тысяч рублей. Окончательный вариант концепции будет готов предположительно к концу 2021 года. С 16 июня началось анкетирование и опрос жителей города с целью выяснения удовлетворенности населения системой озеленения функционального назначения парков и скверов. Оставить свой отзыв можете и вы. Анкета размещена на сайте города. И все же стоит помнить, что у зеленой концепции будет рекомендацией. В какой мере она воплотиться, сказать невозможно. Однако важный нюанс. Ее реализация займет лет 30. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. Предварительно установлено, что молодой человек нанес один удар, после которого 24-летний студент-медик упал, ударился головой и скончался. Инцидент произошел в субботу 10 июля. Между спортсменом и погибшим завязался конфликт. 24-летний мужчина пропустил удар и упал на асфальт. Как сообщают источники в телеграм-каналах, задержанный якобы является перспективным дзюдоистом школы Олимпийского резерва. Напомним, это уже не первый случай в Барнауле, когда спортсмены применяют свою силу за пределами зала. Похожая ситуация произошла в июле прошлого года в районе Старого базара. Тогда от удара боксера Михаила Старцева погиб барнаулец Павел Рохлов. Приговор Старцеву еще не вынесли. На данный момент судебные разбирательства продолжаются. Почти год прошел после трагической смерти на турбазе «Глобус», что недалеко от озера Ая. Как сообщают наши источники, приговор будет оглашен только ближе к зиме, поскольку дело очень объемное. Рассматривает его Алтайский районный суд. Напомним, на базе «Глобус» погиб алтайский чиновник Иосиф Кременских, его жена и двое детей. Они умерли в своем номере в ночь с 26 на 27 июля, как только заселились. Их тела пролежали пять дней. Только когда из дома начал доноситься подозрительный запах, сотрудники базы догадались вскрыть номер, не задумываясь ранее, почему семья несколько дней не покидала базу. Следователи считают, что члены семьи погибли из-за выхлопов бензинового генератора, который находился прямо под их номером. Мы будем следить за этой историей. Этнопарк «Белоярская крепость» по-прежнему на начальной стадии возведения. Строительство объекта неоднократно переносили из-за нехватки денежных средств, повлияло на планы и пандемия. А между тем, по мнению краеведов, после запуска этот проект сможет быстро окупить вложение. Но проблема в отсутствии инвесторов, продолжит тему Артем Гусельников. Идея возведения «Белоярской крепости» – оригинального оборонительного сооружения, с которого началась история Новоалтайска, появилась давно. Первые работы на выделенном мэрии участке в 17 гектаров начались в 2019 году. Тогда на средства гранта начали возводить первую угловую башню, установили сваи. Здесь это именно будущий парк. Этнопарк, где будет основной объект – это «Белоярская крепость». Вокруг него получаются ремесленные мастерские, конюшня, спортивная детская школа, конная. Какие-то дома, чтобы быт показать людей, тех, кто прожил, не только казаки, которые основали крепость, но и алтайцев и прочих. За три года будущий исторический комплекс обзавелся входными воротами и двумя оборонительными башнями. Этим летом начали строить дом приказчика. В ближайшем будущем, надеется главный инициатор проекта, «Белоярскую крепость» удастся возвести полностью. А затем дело за созданием инфраструктуры. Но даже без нее здесь уже проводят исторические фестивали. Однако последний из-за ковидных ограничений пришлось отменить. Должны были питерцы. То есть у них должен был состояться, должен у нас здесь был турнир по мечевому бою. То есть вот здесь делать как раз ограждение. На конях должны быть тоже, рыцарский турнир должен был быть. Планировали, что возможно, ну как бы небезопасно, конечно, что организовать взятие крепости, какой-то штурм небольшой. Организаторы надеются, что полноценный рыцарский турнир удастся провести в сентябре. И возможно, тогда, благодаря участию в фестивале любителей истории из разных уголков страны, крепость сможет привлечь инвесторов. Ведь образовательный и туристический потенциал у этнопарка, уверены его создатели, огромный. Артем Гусельников, Данил Захаров. День с толком. Стало известно, где же все-таки установят надпись «Барнаул орденоносный». Конструкция длиной в 37 метров появится на здании администрации Барнаула на Гоголя-48. Саму надпись и орден будут изготавливать заново. Начальная цена работ – более 3,5 миллионов рублей. Напомним, долгие годы легендарная надпись располагалась на проспекте Ленина, в самом сердце города, возле Цума. Но в конце 2017 года конструкцию демонтировали, объяснив это тем, что буквы и орден находятся в аварийном состоянии и представляют угрозу для прохожих. Когда именно надпись появится на здании администрации, пока неизвестно. На данный момент проходит аукцион. Пострадавшая от браконьера птица будет жить. Барнаульские ветеринары смогли выходить самку Сапсана, которую подстрелили в Заринске. Краснокнижная птица выдержала многочасовую операцию. Ей поставили курс антибиотиков и постепенно она идет на поправку. Но вот что будет с птенцами, пострадавшей пернатой, в сюжете Анары Шагировой. Напомним, окровавленного Сапсана доставили из Заринска в Барнаульскую клинику в начале июля. Пять часов врачи проводили экстренную операцию. Браконьерская пуля пронзила крыло насквозь. Вероятность, что все закончится благополучно, была минимальной. После тяжелого наркоза птица слегка похожа на чучело. А сегодня она уже принимает пищу, рана постепенно затягивается. Конечно, птица более активная стала, уже даже проявляет агрессию, пытается чего-то там сопротивляться, ну и показывает свой характер. То есть птица возвращается назад после наркоза, после этой травмы. Пострадавший Сапсан – пернатая красавица. На родине у нее остались птенцы. По словам Заринского ветеринара, гнездо с ними до сих пор не нашли. Но время от времени раздается писк маленьких сапсанов. Вот как раз ходим, наблюдаем, слушаем. Получается, вот где изначально птенцы прям очень громко орали, потом начали смотреть, и в этом районе как раз часто видим птенца. Поэтому полностью весь этот район обследуем. Специалисты делают выводы, птенцов взял под опеку самец, что в природе редкость, но случается. К сожалению, мать вернуться к маленьким соколятам не сможет. Из-за травмы ей больше никогда не браздить голубое небо. После выздоровления краснокнижного Сапсана поместят в барнаульский питомник тайгун. А пока выздоравливающая живет в доме у своего спасителя. Анара Шагирова, день с толком. Динамо Барнаул выйдет на поле в новом статусе под эгидой футбольной национальной лиги. Прежний дивизион Урал-Приволжье, где играли белоголубые, расформировали. В новый сезон, который стартует уже завтра, динамовцы вошли в усиленном составе. В команду приглашен игрок Антон Кобялко, отличившийся в Лиге чемпионов. На заключительной перед кубковой игрой тренировки побывал и наш корреспондент Дмитрий Дроздов. Начало сезона для «Динамо Барнаул» наступило внезапно. По плану подопечные Александра Суровцева должны были начать играть неделей позже. Но уведомление от Лиги перестроило тренировочный процесс белоголубых. И уже завтра на стадионе «Динамо» Барнаул встретится с Новосибирском. Сибирское дерби пройдет в рамках 1-256 Кубка России. Нам очень сильно везет. Я думаю, как бы болельщикам везет. Думаю, тем интереснее, что все-таки нас часть команд покинула на нашу зону. Перешли, добавились намного сильнее, чем были. Поэтому сезон будет еще тяжелее, еще труднее. Немало изменений и в составе команды. Клуб покинули голкипер Данил Габилловский, защитник Ярослав Гусев и нападающий Петр Иванов. А форвард Игоря Абрамов подписал контракт с Хабаровским СКА. На просмотре сейчас фратарист Томска и нападающий Ефим Золотарев. Он поиграл в Словакии, а потом выступал за Крымскую Феодосию. И главное усиление Антон Кобялко. Наш воспитанник успел поиграть в Лиге Чемпионов и забить там гол. А после, вернувшись в чемпионат Армении, отдохнул и снова в бой. По словам сокоматников, Антон – это другой уровень. И на него возлагают большие надежды. А Антон – это футболист другого уровня. Это, безусловно, усиление нашей команды. И, глядя на него, я думаю, он еще лет 5-6 смело может играть. Вы все-таки с ним конкурируете, замеса в основе? Или все же, может быть, в паре будет? Ну, я думаю, мне тяжело с ним конкурировать. Скорее всего, в паре будем играть. Но тут как тренера решат. После матча в Кубке России Динамо уже 20 июля сыграет с пермским Амкаром. Клубом, который возродил футбол в своем городе. И упрямо стремится выйти в элиту ФНЛ уже в следующем сезоне. Впрочем, такая же амбициозная цель и у бело-голубых. Дмитрий Дроздов, Алексей Пушкарев. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.